Привет, с вами Станислав Валентинович, и сегодня я буду рассказывать, как подготовиться к ЕГЭ по истории за одну, одну, одну неделю. Это невозможно, на самом деле. Имеется в виду, что если вы думаете, что за неделю вы подготовитесь к ЕГЭ по истории, зададите, скажем, баллов на 70 на 80, а до этого целый год вы ничего не делали, и до этого вы вообще ничего по истории не делали, это невозможно. Ну, просто вообще невозможно, это возможно только для какого-то человека, который является уникальным, у него уникальная память, и еще время, понимаете, вся проблема во времени. Значит, первая цель у этого видео, для тех, кто не готовился в течение года, ну, все-таки я попробую дать какую-то рекомендацию, все-таки какую-то, небольшую такую. А для тех, кто в течение года готовился, но думает, что мало ли он что-то упустил, или, может быть, на что-то стоит обратить внимание, я, соответственно, этот момент тоже отмечу. То есть два таких как бы уровня подготовки. Первое, чем мы должны с вами задаться, каким вопросом, это сколько же у нас, в принципе, есть времени. Скажем, если экзамен у нас 31-го, по-моему, числа история в этом году, то вот вы начинаете готовиться за неделю, допустим, за 7 дней. Сколько же у вас есть времени? Я бы сказал, что у вас есть около 100 часов. 100 часов у вас есть. Почему? Ну, потому что, да, конечно, 7 умножим на 24, получим цифру несколько больше, но это невозможно. В сутки готовиться, скажем, по 20 часов, да, и стоит просто нереально, физически невозможно, вам еще нужно поспать, чтобы, допустим, я прикинул, что где-то, если часов может быть, там, предположим, по 14 где-то, по 12 вы в день можете себе позволить. Там, 3-4 часа, потом перерыв небольшой, еще несколько часов и еще несколько часов. Вопрос в том, что делать. Вот у вас есть эти 100 часов, как грамотно распределить свою занятость. Пункт 1. Вообще, когда ко мне приходят ученики, я им говорю, что нужно слушать или смотреть, а это не важно, лекции. Потому что они есть и в видео, и в аудио формате. В общем, те лекции, которые я сейчас порекомендую, они и так, и так, но видеоряд там отсутствует. Имеется в виду, что просто сидит лектор и рассказывает. Вы имеете только лицо. А никакого сопровождения в виде, там, мультиков, каких-то картинок толком, в общем, не имеется. О чем я говорю? Это лекции на сайте История.РФ. Вот, знаете, мне кажется, что профессиональнее и актуальнее, ну, как-то, на мой взгляд, нет лекций. Заходите туда, там, медиатека, лекториум и аудиоучебник, аудио или видеоучебник. Первый комплекс там от древности до конца 17 века, потом 18-19 век и, соответственно, 20 век. Я бы отметил там двух лекторов. Это первого блока, вот он мне нравится. И третий блок, это по 20 веку Александр Шубин. Вот он мне прям нравится. Там 30 лекций. Соответственно, всего это плюс-минус, плюс-минус, там получается 70 лекций. Лекция по 50 минут. Лекция по 50 минут. Соответственно, сколько у нас там с вами на это время уйдет? Ну, около 60 часов вы где-то на лекции потратите. Плюс-минус, около 60 часов. Дальше. Что можно еще сделать? Это вот для тех, кто минимум-минимум еще вообще ничего не слушал. Но вот эти вот, соответственно, основной момент здесь будет у вас 60 часов. Вот 60 часов из этого времени, 60 часов из этого времени вы должны будете потратить на лекции. Мне кажется, что это самое адекватное, самое оптимальное, что вы можете сделать прежде всего. Но это нужно перемежать другими вещами. Для тех, кто, может быть, вдруг уже прослушал эти лекции, я бы сказал так, что можно послушать еще в интернете лекции, например, Фурсова. Он весьма специфический лектор, весьма специфический дядька, но в целом его лекции более-менее адекватны. Более-менее адекватны. Хотя иногда он выдается в какую-то конспирологию, начинает рассказывать о том, как Великобритания все время желая поработить Россию и прочий момент. Ну и такое лирическое отступление. Лекции вы эти можете найти на YouTube, на всяких торрентах. Они везде есть. Он очень популярный, очень известный лектор по истории. И на третье место я бы поставил сайт Дмитрия Пучкова, его YouTube-портал. И лектора, ну прежде всего, конечно, это Климжуков. По Средневековью, по 20 веку тут проблема, конечно, потому что Пучков является немножко сталинистым. Но это может быть полезно, выстраивать аргументацию. Ну, например, коллективизация. У меня в голове не укладывается, как можно сказать, что коллективизация это было хорошо. Зато Дмитрий Гоблин Пучков и его товарищи, допустим, Климжуков, Борис Юлин и еще там ряд, соответственно, гвардейцев его армии, они вам могут рассказать, что коллективизация это было хорошо и вообще так и надо было. А товарищ Сталин, он большой молодец. И это может быть полезно для дискуссионных вопросов. Или, если убрать вот эту всю сталинистскую шелуху, то, может быть, там внутри ядро такое остается вполне здравое. Единственное, что вот где вам время найти, отличать какие-то здравые мысли и полезные для экзамена от какой-то такой пропаганды коммунистической. Ну, могу порекомендовать. По средневековью, так мне кажется, Климжуков вообще замечательно рассказывает. И это, в общем, применимо в ЕГЭ, если у вас есть дополнительное время. И вы, допустим, прослушали уже вот эти все лекции, которые являются таким вот каким-то срединным вариантом. Они не перегибают, они не уходят в либерализм излишний, не уходят в излишний какой-то коммунизм. Они стараются где-то посерединке проплыть. Да. Пункт второй. Вот у вас, соответственно, 60 часов вы уже потратили. Допустим, пункт второй. Это практика. И практика тут, конечно, будет таких двух уровней. Это первый, скажем так, уровень практики. Вы берете либо сайт FIPI, то есть первый вариант такой FIPI, но вы берете новую версию. Она у нас упала как манна небесная, соответственно, вот буквально недавно сделали новую версию банка FIPI открытого. По всем предметам. Заходите туда и вам дают ответы. Единственная проблема, ответы там даются не на все задания. То есть карты, тексты, нету там никаких ни критериев проверки, ни каких-то возможных вариантов ответа. Проверить вы сами себя не сможете. Только если вы коллективно с друзьями это делаете или с репетитором. Но если, скорее всего, вы смотрите мое видео, скорее всего, вы, я полагаю, ни тем, ни другим не занимаетесь. То есть вы ищете какие-то другие варианты информации. Это первый вариант. Второй вариант, я бы сказал так, что вы можете взять просто тесты. И тут я предлагаю только тесты Артасова. Почему? Потому что он один из руководителей FIPI как раз при составлении тестов по истории. Значит, он более-менее как-то понимает, о чем он говорит, когда он выпускает вот эти вот коммерческие варианты тестов. Возьмите 10 вариантов. Прорешайте их целиком. Ну, не получается решать. Подсмотрите в ответы. А потом прорешайте еще раз. И то же самое с FIPI прорешали один раз. Покопошили, посмотрели какие-то варианты ответов заданий в этом открытом банке. Прорешали еще раз. Позапоминали. Это как бы такой первый уровень. И, собственно говоря, что это, сколько это времени у вас займет. Ну, если тесты, скажем, Артасова 10 вариантов, ну, часов 5 у вас это может занять. Я бы так сказал. 5 часов это, наверное, 5, а то может быть и 10 часов. В зависимости от того, как вы будете здесь продвигаться. Открытый банк заданий FIPI это вообще непредсказуемо, собственно говоря. И вот на этом уровне я бы еще вот что важное сказал. Здесь нужно прорешать два таких мощнейших блока. Это карты. Карты. Или это культура. Культура. А под культурой я подразумеваю 18 и 19 задания. 17 задание, оно как бы само придет, потому что вот пока вы ищете ответы на 18 и 19, вы обнаружите уже хорошую базу по культуре у себя. Ну, вернее, вы ее у себя взрастите, если ее нет, допустим. Какие тут два варианта, откуда можно взять вот эти тесты? Ну, можно мне, конечно, сообщение написать. У меня, как известно, есть ссылка там, и я могу выслать вам, когда я сам вручную подобрал эти карты, эту культуру сайта FIPI, сам сделал ответы. И если вы мне доверяете, то можете мне написать, известно, там, да, ссылка в описании будет. Я вам сброшу эти варианты, соответственно, без ответов и с ответами. Или другой вариант, вы сами заходите на сайт FIPI, подыскиваете от себя, предполагаете какой-то правильный, неправильный вариант ответа, или делать следующее. Карты вообще полно сборников, просто в свободном доступе, пиратские, понятные, версии, но тем не менее. Есть Pazim, у него специфические такие тесты, есть, соответственно, просто, опять же, взять Artasov, но другой какой-нибудь сборник, где у него просто только карты, карты, карты подобраны. Культура тоже самое, то есть, блоковые задания найти, найти где-то вот в интернете полно ссылок, в общем, я думаю, что это у вас не должно составить труда. То есть, это вот, вот, вот эта вот штука, вот она вам прибавит вожделенные баллы. Если у вас стоит вопрос о том, что вы пишете тест, скажем, на 70, а вам нужно писать на 80, я уверен, что наверняка у вас в картах какая-то часть проблем возникает, и наверняка на культуре тоже вы достаточно серьезно проседаете на 17, 18, 19 задании. Я уверен, что если вы это подправите, то все будет уже несколько лучше. Ну и третий такой аспект. Предположим, вы там 5-10 часов позанимались, у вас осталось, скажем, 30 часов. И вот здесь вопрос, конечно, осталось ли, потому что либо вы закопаетесь, и все эти 100 часов уже вот первые два блока пройдете, и все, и тут уже экзамен, тут уже звонок, тут уже пора бежать сдавать тесты. Но если вдруг вы все планомерно вот так выполнили, все рассчитали, то вот у вас как бы третий блок. Что делать, если осталось время? Я бы сказал так, что взять 30 вариантов, 30 вариантов, допустим, Артасов, просто Артасов, мне кажется, более соответствующий экзамену, исходя из моей практики, да и как-то вот в целом. Что вы делаете? Вы решаете, соответственно, вторую часть в них, пробуете ее решать. То есть вот читаете текст, отвечаете на вопросы, ну, кроме 21, 21 это только чисто по тексту, на это время можно не тратить. Дискуссионные задания, 23 задания, вы пробуете отвечать, сравниваете с ответами, может быть, с кем-то, на форумах, на каких-то, не знаю, в контактах вы все это выискиваете, ответы сопоставляете. Или если, опять же, у вас есть репетитор, ну, вот на это стоит обратить внимание, на задание номер 20, 23 плюс 24, вот самое важное. И вы пытаетесь просто всю эту информацию перелопатить, запомнить, так далее. На сайте VP находите возможные варианты задания номер 23, 24 и запоминаете, запоминаете, запоминаете. А потом еще раз решаете, еще раз запоминаете. И если у вас все-таки осталось еще время, часик, то вы садитесь и решаете еще 30 вариантов целиком. Вот, но понятно, что эта ситуация совершенно фэнтезийная, поэтому вот если выстраивать подготовку, буквально за неделю, за 7 дней, я думаю, что вот такой вариант мне видится каким-то более-менее возможным, реалистичным. Это крайне напряженная ситуация, крайне сложно будет за это время что-то там усвоить. Голова у вас, скорее всего, будет вот таких размеров, необъятные, вы будете задевать потолок и стены в коридоре. Но, извините, это вы дурака валяли целый год, это вы сами зачем-то, вас же никто за руку не тянул, вы же сами выбрали историю в качестве ЕГЭ. Ну, на этой веселой ноте, как я умею, в общем, я с вами прощаюсь, до новых встреч и всего доброго. Продолжение следует...